Рядом со мной Маргарита Николай, в центре внимания у нас сегодня ваша спальня. Я смотрю уже с таким слегка начавшимся ремонтом. Три стены, все разного цвета. Как так получилось? Мы были в поиске, пытались какие-то цвета тут себе подобрать, потому что захотелось что-то нового в дизайне. Одну я поклеила обоями, другую стену я попробовала покрасить в какой-то другой цвет. И тут до меня дошло, что нужно обращаться в общем-то к специалистам. Катя, тебя вдохновил вид из окна самолета. Как мы это воплотим в интерьере? Ну, во-первых, хочу сказать, что самый завораживающий вид лично для меня, и, может быть, для многих, это вид с иллюминатора на землю. И мне бы хотелось как-то воплотить вот эти очертания, различные сочетания цветов, фигуры, которые мы видим из иллюминатора, как раз вот в этом интерьере. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Первая ассоциация у нас будет мраморное панно. Оно будет напоминать очертания рек, озер. Рельефы. Рельефы, да. Вторая ассоциация – это шкафы. Посады у нас будут необычные из состаренного дерева. Геометрический рисунок на дверцах шкафов будет напоминать улицы, проспекты, площади. Проспекты, какие-то площади, да, улочки, переулочки. Это все будет как раз ассоциативно отображаться здесь. Вода, воздух, облака, какие-то другие стихи. Вот с помощью каких ассоциаций ты отобразила в интерьере? Ну, у нас появились вот два зеркала больших. Они тоже состаренные, чтобы связать их как раз с фасадами. Они будут воплощать в нас воздух, то есть такую туманность, да. И чтобы как-то расширить пространство, потому что комната достаточно маленькая, да, чтобы поднять потолок и расширить стены, мы будем использовать глянцевую краску. Такой очень необычный прием. Более того, глянцевая краска входит в моду, и очень многие известные дизайнеры в последнее время очень часто используют это. Так что мы будем прямо в авангарде моды. Автор проекта выбрала дымчатый серо-голубой оттенок из коллекции британских дизайнеров «Незаметное пространство». Краска винилмат на водной основе. При нанесении практически не пахнет. Покрытие образуется идеально гладкое, матовое. Но по задумке дизайнера стены должны быть глянцевыми. Добьемся этого с помощью лака. Он тоже на водной основе, поэтому без резкого запаха. Сохнет быстро. С таким защитным слоем поверхность будет еще лучше мыться, а сам лак со временем не пожелтеет. Такая же отделка и на лоджии. В сочетании с широким белым карнизом из ЛДФ помещение выглядит легким и воздушным, несмотря на кажущуюся строгость основного цвета. Катя, вот придумывая этот интерьер, ты отталкивалась от вида из иллюминатора самолета. Как ты считаешь, получилось создать нечто похожее? Я думаю, что получилось на все 100%, но не нужно воспринимать все буквально, потому что мы все-таки играли в такую игру ассоциации. И, например, шкафы – это проспекты, улицы, которые мы видим с высоты. Также у нас появилось мраморное панно, которое олицетворяет такие виды рек. Как вершины гор, зеркала у нас состаренные, это облачность, туманность. Ну и как раз серо-голубой оттенок стен. Гладь воды может напомнить. Да, стены мы специально, если помощь, покрывали еще дополнительно лаком, чтобы добавить глянец, который немножко расширит пространство. Редактор субтитров А.Семкин